Мы не вернемся к отцу и матери, если мы не восстановим природную жизнь здесь по законам природы божественной. Я хочу напомнить, что в 2012 году ведь московскую партиархию мой супруг Сергей Васильевич Марусьян предупредил, что нельзя, нельзя поддерживать вот этот сатанизм, приход в Россию антихриста. Ведь нет антихриста, антихрист это прячущийся. Так ведь, женщины, как вы боитесь порой сказать правду своему мужу или себе посмотреть в глаза? От кого ты пустела в этот мир? Любовь, доброту, либо зло и ненависть только для того, чтобы одеть на моего ласкового и нежного зверя хомут? Кедми кричала, русские, ваша культура нам мешает захватить все, что можно, сделать искусственный трон, и вот эта сатанистка будет дальше плодить эту дрянь, которая отпечатывается на лице. И все хуже, 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 пытаясь набрать новых янычар, убивая их родителей и устраивая искусственные семьи, где женщины уже не рожают, но дети из чужих семей отнятые у родителей из традиционных ценностей, потому что у них не было работы, становятся доходом для таких, как Шульман. Итак, дорогие мои, единомышленники, прежде всего, бриллианты, потому что на сообщество диалога глобал могут приходить люди только образованные, только люди, понимающие такое человеческое цивилизации, которым не надо ни убей, ни укради, которые рождаются с молоком матери и понимают, что за честь, честь береги с молоду, Пушкин, Лермонтов, жизнь отдали за честь, не дав расплодиться этой грязи, лжи и злоби. И сегодня, дорогие мои, вы станете, я хотела бы сказать, наверное, свидетелями моего обращения Светланы Леонидовны Слабоковой, законной, согласно природным законам, наследницы Российской империи, о чем я заявила, потому что у нас есть искусственная власть, а есть естественное право, настоящая власть. И львы рождают львов, и львиец, а паразиты глисты, паразитов глистов. Поэтому сегодня мой эфир, дорогие мои, потому что я выступаю на основании легитимности, законности, природных законов, против которых никто не может пойти. Эти законы соблюдаются везде, кроме территории Российской империи с 1917 года, куда пришла система письменная, не убей, не укради, но даже письменная она не соблюдается. И сегодня произошла страшная вещь 1917 года. Власть, настоящую, природную, естественную, божественную, подменили искусственную. И сегодня я считаю апогеем. Примером вот этой подмены является ЛДПР, где руководитель ЛДПР имеет отпечаток болезни на своем лице. Он возглавляет партию ЛДПР, являясь ребенком, рожденным с патологией физической. То есть это человек, который не может быть управленцем, но нам пытаются привить, что он может. Вот это сатана, который не может родить для батюшки царя богатыря, который не может прочувствовать природу и дать ей то, что необходимо. Вот эти искусственные семьи, где женщины, не желающие рождать, нанимают каких-то маток и сохраняют якобы свое тело для большой чистой любви, а на самом деле не проходит этап божественного посвящения. Да, есть женщины, которые не всеядные, и они не хотят, как тот капитан корабля, я рассказывала, распылять свою энергию рода и плодить в этот мир не пойми что. Нет, они уходят, оставаясь одни, и это достойно уважения. Но есть те, которые сажают на трон, не на свой трон, а без лично, безответственно своих убогих сыновей, названием которым отродье человечества. И сегодня в России появилась апогей искусственной власти как нигде. У нас огромное количество управленцев, которые исполняющие обязанности и ни за что не отвечающие. И вечно ищущие козлов отпущения через религию иудаизм, которая оправдывает любые преступления против живых народа нашего России. И сегодня, когда мне кто-то пишет там, да кто тебя назначит, мне так смешно, у кого родился, у кого учился и на ком женился. Вот жениться мне не повезло, потому что тот человек, который... И один и второй мои супруги меня очень любили. Они могли бы, конечно, стать царями, но, увы, сегодня в России опасно становиться царями. И этот вопрос я задаю, а именно сохранение и развитие природных законов, не нарушения божественных, когда человек не имеет права имитировать из себя льва, являясь глистом. Понимаете? И на территории России сегодня убивают царей, убивают золотое ДНК, насилуют, уничтожают тех женщин, которые являются отец, сын, святой духом. И поэтому сегодня, дорогие мои, мой спич, моя лекция адресован духовникам России, российской империи. Кто-то из них ушел в тень, став монахом, не имеют семьи, а кто-то из них разжирел, стал обслужкой сатаны, вот этой женщины. Вспомните фильм «Тринадцатый войн». Вот сегодня в России правит вот эта вот женщина, сидящая на крови и пожирающая людей. Посмотрите фильм «Тринадцатый войн». Вот сегодня правит эта женщина. Она прячется, она боится, она надевает рясу, пугает народ какими-то богами, господними. Делают из них рабов, а ее слуги сегодня те, кто не имеет души. У нас сегодня рождаются людоеды, у нас сегодня рождаются те, кто не имеет души. И сегодня кто-то посмел взять право распоряжаться ситуацией убийства душ. Но мы не видим, кто убивает души, но мы видим с вами, как наших мужчин, обманув, за эти сто лет посылают на войну, чтобы они отдавали жизнь и душу за деньги. Поэтому в России правит сатана. Но он не мужчина, он женщина. Сатана – это женщина. И любовь – женщина. Поэтому мы, русские, не проиграли войну. Нет. Нет. Мы, наоборот, восстановим. Поэтому кто же встанет против меня, Светлана Ленина Веслабуковой, по праву наследницы, которая помнит, кто ее отец, папа мой, мой дед, прадед, прапрадед, кто же встанет против меня? Ну попробуйте встать. Попробуйте встать против природы матушки. Попробуйте вы, имитаторы, кучками денег. Купите себе любовь. Купите себе здоровье. Купите себе знания, которые позволяют видеть этот мир и слышать ту бездну, которая точно нам сообщает, что нас сделает, если мы не вернемся к отцу и матери, если мы не восстановим природную жизнь здесь, по законам природы, божественную. Я хочу напомнить, что в 2012 году ведь в московскую партиархию мой супруг Сергей Васильевич Марусьян предупредил, что нельзя, нельзя поддерживать вот этот сатанизм, приход в Россию антихриста. Ведь нет антихриста. Антихрист – это прячущийся, обезличенный, больной, с отпечатком на лице сын сатаны, которого пытаются сделать полноценным мужчиной и который никогда не получит любовь. Он ее может только купить. Да и то он ее никогда не купит, если у нас здравомыслящие имеет отца, деда, прадеда, прапрадеда. Поэтому мы правили, правили, мы будем править. Но вопрос в другом. Что делать сегодня и сейчас? Я не нашла на территории России духовников, я очень искала. Я помню, вот есть имя Симоновых, два брата, безопасники, честнейшие люди. Мне очень повезло познакомиться с супругами. Я всегда знакомилась с супругами по качеству супруг и кто они, сатана, либо любовь, сразу видно, своя семья или чужая. Мужчина – это 100% его душа. Кто он? И поэтому я познакомилась с ними и через них искала, через силовые структуры в России духовника, ответить на вопросы мне. В Воронеже, куда меня в свое время попросила приехать Людмила Коваленко и так благодарна с мужем, я приехала к духовнику, который имел, как мне сказали, видел будущее. Я задала ему вопрос, ну когда же, когда же на русский народ обретет любовь, благополучие, безопасность, когда же, когда же восстановите вы, духовники России, право, право природы на реальный трон, на реальную фамилию, на реальную защиту? Он затрясся и сказал, если мы будем говорить с вами об этом сейчас, нас убьют из Италии, вот из Италии приедут. Поэтому у меня вопросы к Ватикану. Кто же может сюда приехать, дорогие мои, если есть природа? И нужно понимать те божественные законы. Поэтому сегодня, когда я увидела, как мне прислали материалы, когда теология, Иосифов известный, колется, поддерживая Рокфеллера, убивая физическое здоровье иммунитет, а потом дальше уже финансирование и закредитование человека как раба, завуалированно, рассказывают в патриархиях, что они служат кому и какая религия, а людей обманывают, я обращаюсь сегодня к духовникам всего мира и, наверное, России, которые не ответили мне на вопрос на территории России, а я его ставлю, а я его ставлю. За рубежом, везде, где есть наследники, если они полноценные, где способны, если они могут получить богатство и принимается вопрос с советом, что эти люди не направят эти ресурсы, эти финансы на убийство, на смерть и так далее, эти дети приобретают наследство. Так почему же на территории России эта страшная сатана сидит, уничтожает наследников, уничтожает природное право на власть и пытается имитировать из себя, родив глистов, что они какие-то короли, цари, и вот это паскудство. Женат на Кабаевой, не женат на Кабаевой. Народ, догадайся сам. Да там, где честно, да там, где божественно, да там, где право, где законы природы, где человек счастливый в любви, там прятать-то не надо. Когда я разводила свою первую супругу, мама кричала, что люди скажут? Так давайте покажите нам царя, покажите нам его супругу, покажите, кто она, покажите благостное богатство и чем они его получили, потому что дорогой человек не может быть бедным. Но в России дорогие люди, нищие, убивают жен, выкручивают руки, как мне говорили, мы одной рукой тебе пальцы будем отрезать, а второй подпишешь. Кулаковский олигарх, еврей. Так как же мы в России будем решать еврейский вопрос, который уже решен во всех странах? И уже еврейский народ приговорили за рождение иудейской идеологии и вот этой сатаны, которая написала нам в Минюсте, если мужчина, президент, муж не принес деньги домой, жена меняет его и вот это ДНК, я по маме, а я не хочу по маме, я Светлана Лениславовна, по папе, по отцу, по деду, по прадеду, по отечеству, вот я такая, и я не согласна. И поэтому верните мне то, что мне принадлежит по легитимности закона веков, что не может быть нарушено, потому что если вы нарушите этот закон, вы нарушите развитие человеческой цивилизации. И если не наши воины России, все остальные только убийцы, и янычар мы вам не дадим, не рождаем уже, нет, нет, и туда вы не пройдете. Поэтому я обращаюсь сегодня ко всем священнослужителям России, которые смотрели и видели, как эти сто лет все шли против любви, против Бога, против человеческой цивилизации. Их всех купили. Но я не судья, я только констатирую, я говорю только правду, правду, которую вы боитесь, духовники, вы боитесь признаться, кого вы обслуживаете. Это вы боитесь сказать, что Елизавета II возглавляя Великобританию, ту церковь, где запрещены индульгенции. Это вы разрешаете убить, прийти с чемоданом денег ради бабла и снимаете грехи. Не нагрешишь, не покаешься, а можно не каяться, а можно не грешить, можно вот так, можно, можно и нужно, но вы же получаете деньги, вы же, духовники России, отдаете души людей сатане за деньги, вы же берете эти индульгенции. В этом мире существуют две касты, самые страшные. Это мужчины, потерявшие любовь. Я рассказывала в своих лекциях, посмотрите мироведение, посмотрите потрясающие фильмы, которые приходят из-за убежа, которые в России не показывают. Я давала их в раздачный материал, их можно увидеть сегодня только благодаря интернету. Их не покажут по телевизору, о них не расскажут, о Кадостоевском, вам будут рассказывать, что князь Балконский не знал, что такое Родина Отечества, но вам будут рассказывать, что Татьяна Ларина это образец женщины, и вам будут рассказывать, что Каренин, князь негодяй, подонок, бедная и несчастная женщина. Как же она могла, как он мог? Нет, дорогие мои, я на стороне отца, деда, прадеда, я на стороне по альфа ДНК. Скажи, кто отец твоих детей, и я пойму, кто ты. Так ведь, женщины, как вы боитесь порой сказать правду своему мужу или себе посмотреть в глаза? От кого ты пустила в этот мир любовь, доброту, либо зло и ненависть, только для того, чтобы одеть на моего ласкового и нежного зверя хомут, и чтобы доить его, как корову, его силу. Поэтому, милые и дорогие мужчины, кто меня слышит, запомните, все эти войны, все эти войны, которые вы видите вашими руками, делают только женщины, и воют либо любовь, либо сатана. А мужчины, да, мужчины это те, которые отдают свои жизни. А за что? А за что вы отдаёте свои жизни в этой войне? За бабло? За вот этих вот детишек, сатанисток, у которых на лице отпечатки болезни, которые природе не нужны? Либо вы отдаёте жизнь за любовь, за то, чтобы встретиться со своей любимой, найти её на планете Земля, жить счастливо, усилить ДНК своего деда и прадеда, получить те знания и уйти, улыбаясь, потому что ваши дети не нуждаются в машине, в бизнесе, в армии, в безопасности. Они настолько сильны, что они, ступая на эту планету, Земля, радуются все птицы, и они создают свои государства, не нуждаясь в деньгах. Вы посмотрите на свою супругу, кто она? Она вам раскрыла крылья? Вы соколы и орлы? Либо вы курицы, у которых крылья прилеплены, которые кричат о том, что они что-то из себя значат, но тем не менее, они не в состоянии думать и не имеют знания божественное и понимания природных законов, которые позволяют им действительно знать, что такое природа и природная власть. И вот сегодня в мире стоит вопрос, а будет ли последний день Помпея? Времени осталось очень мало, поэтому я задаю вопросы Ватикана, я их ставлю от своих отцов, дедов и прадедов, и я знаю, где мое отечество, и оно живое. Это моя земля, земля моих дедов и прадедов, где жили, развивались, где я родилась. Это моя родина, моя мама, мое отечество, мой папа, и те роды, которые такие же, как я сегодня, знают, что нам не страшна смерть. И я точно так же, как тот мальчик, который написал, спасая в МЧС чужих женщин и детей, считая их своими, написал в «Контактах», что даже смерть не является причиной не пойти русскому в последнюю атаку. Даже сегодня, рождая здесь воинов, а не убийц, англичане, весь мир восхищаются мальчишками, которые идут, потому что нет труда здесь, нет земли, чтобы мужчине стать ногами своим хозяину. Погибая, говорят о том, что погибаю, беру огонь на себя, но не сдаюсь, душу не отдам смерти сатане. Ими восхищается весь мир. Мы узнаем, что они из каких-то глубинок. Я всегда спрашиваю, а кто мать? Мать-то святой дух. Только такая мать могла родить такого сына. И ведь каждая мать знает русская, куда отдать одного сына, а куда второго. Русская, русская мать. Поэтому Россия это территория, где рождаются воины. Россия территория любви. С 1917 года подменили идеологию, к сожалению. Но не забывайте, что и те монахи, те люди, которые понимали, что такое природа и божественное проведение Хованщина, читайте, они жизнь отдавали, но не присягали сатане. Да, можно переписать духовные книги, можно поставить идолов, можно построить храм Христа Спасителя и поставить там антихриста, который никогда не придет на планету Земля, потому что она живая, она живая, это мать. Да, но можно имитировать антихриста, можно имитировать этой деструкции, можно собрать тайный совет и принимать какие-то решения и рассказывать людям, погружая их в виртуальный мир, что кто-то где-то за вас решит вопросы, делали их деструктивными. Рокфеллеры выпустили таблетки и стали забирать людей физическое здоровье. Ротшильды стали продавать эти таблетки для того, чтобы людей закредитовывать финансово. Ни таблетки, ни деньги не нужны человеку, но самое страшное зло происходит именно на территории России. И поэтому я знаю, дорогие мои, я знаю, что здесь нет того, кто имеет право объявить войну. Да, и поэтому сегодня весь 20 век с 1917 года на территории Европы нет того, который объявит войну не Антихристу. Нет. Нет мужчины, который может равно объявить Антихристу войну. Нет этого Антихриста. Нет иудейской армии. Нет иудейской страны. Нет этого мужчины на территории Европы с 1917 года. Нет. Нет, кто объявит войну. Посмотрите, 22 июня 1941 год. Кто-то кому-то объявлял войну. Нет. Чеченская спецоперация. Сегодня я свал. Но давайте, объявите мне войну. Кто объявит войну? Кто возьмет на себя ответственность перед высшими силами, управляющими землей за души, которые вы кладете перед смертью, обманув. Кто из вас? Ну давайте, попробуйте. Потому что одно дело отдать душу за тех, кто их пустил сюда, а другое тело обманным путем объявить войну тем, кто выше и находится там. И забирать души. Стерут чертовы и матери всю планету. И духовники это знают. Духовники это знают. С 2012 года вас предупреждали, что все сохранилось в России. Просто мы делаем все возможное, чтобы проявилась эта гниль. Пусть проявятся все. И мы отпустим их. Они уйдут в ад. Мертвым вместо в аду. Там их царство. Но земля и Россия вместо живых. Вас предупредили духовники московскую патриарху. Лично Сергей Васильевич мой супруг ходил. Лично вы нам что сказали? Вы нам ответили, что церковь не участвует в светской жизни. А что вы сделали? Вы начали на трон России ставить инцестницу, которая должна была передать деструкция, у которой даже племянник служил в СС под управлением банков, которые финансировали и возглавили Гитлера против немецкого же народа изнутри. Возглавить или безглавить? Вы ставили ставить ее на трон, чтобы она передала природную власть, уже деструктивную, отрезанную, как ветку, еще в 1917 году самим Николаем Вторым. Да, в роду, который имеет право на власть в этом мире, есть сухие ветки, их отрезают, показательные публичия, и они были отрезаны. Но Кирилл поднял эту сухую ветку и решил возрудить ее на трон России. Поэтому сегодня нужно знать, что Россия это земля, на которой стоит трон человеческой цивилизации мира. И Европа это тот трон полный, восточная и западная, на которой должен сидеть человек, возглавляющий человеческую цивилизацию, как Великобритания, где нет кодексов, нет конституции, но есть естественное право, где человек принимает решение, кому жить, кому умирать, и отвечает перед Богом. Ну давайте, объявите войну, я посмотрю, кто посмеет это сделать. А я могу объявить войну, но воевать я не буду. Я могу призвать воинов, я могу призвать воинов, и поверьте мне, они в бою, определив фронты, определив, кто противник, используя современные технологии, легко очистят мою Родину, мое Отечество, где должна процветать любовь, где должен править человек от этой лживой, страшной дряни, которая возомнила из себя, чтобы он править живой планетой Земля. Вы все молчите. Да, меня предупреждали в 96-м году, что я его не найду, чтобы спасти наш народ. Меня предупреждали, поэтому я задаю вопросы в Ватикан, и я знаю, что будет дальше. Простые люди не знают, а я знаю. И я знаю Хованщину, для нас, человеков, не победить. Но беды, которые создали русскому многонациональному народу, который как букет в Российской империи цвел, который, посмотрите, какие давал колоссальные европейские культуры и понятия личности человека, все переписано, все измарано, все, ложь, одела маску правды, выстрелили частные тюрьмы, спецслужбы, охотятся за людьми, имеющие сверхспособности. Я напомню, самое страшное в этом мире это мужчины, потерявшие любовь. Они служат тому антихристу, им все равно, их рука не дрогнет. Именно они шли в бой в Средневековье убивать эту сатану. Посмотрите мои лекции мироведения, посмотрите мои лекции домострой, современный домострой, кто станет русской армией, уничтожающей законно эту дрянь, а так и будет. Посмотрите, я же все рассказала. И вы знаете, люди так измельчали. Я не обижаюсь ни на кого, люди очень измельчали. Если раньше, до 1917 года, для мужчины была честь найти благородную девицу, у которой отец, дед, прадед, который получал в наследство, самое дорогое в этом мире, этим, кто и обладает искусственными богатствами, для кого один день не позор, и ты в дамках, поймать принца, родить, а потом шантажировать, вот они. И сегодня, да, сатанистки управляют духовниками в России, обложились армии, ставят на управление человеческой цивилизацией, вбивая, уничтожая ее в России через медицинский фашизм и через обман, продажи детей, органов, как людоедки. И это все сегодня на территории России. Поэтому нужно привести в порядок этот мир. Мертвые с мертвыми, живыми с живыми. Сегодня современные технологии позволяют по ДНК понять, кто есть кто. Ведь сегодня по улицам ходят реально люди без души. Многие из вас боятся физической боли. И сегодня уже в Европе западной пытаются решить вопрос, а действительно, может быть, включать боль человеку ток и наказывать его болью за то, что он не подчиняется. За то, что он не подчиняется во внешней среде и не исполняет послушание вот этих бесов в рясах. А также тех, кто хочет управлять и забирать у человека самую ценную волю на любовь, на выбор, на дыхание, на право просто быть свободным божественным человеком. Они дошли до того, что они уже женят, они уже платят деньги за рождение детей, они уже дошли до того, что они обеспечили человеку и посчитали всех в цифровой системе, какие почки, какие длинка, они уже торгуют человеком. А кто им позволил это делать? Кто им дал право на это, скажите мне? Поэтому сегодня никто не объявляет войны. Вспомните на свое Армагеддон, посмотрите на этого Армагеддона, убогий, страшный, посмотрите, как они прячут, собаки, дворняги эти деньги по сусекам квартиры Захарченко. Ну посмотрим, когда начнется Армагеддон, настоящий, последний день Помпея, посмотрим, как ваши врачи вас вылечат, как ваши армии ФСО, МВД, ФСБ вас будут защищать, посмотрим, как ваши дети вас будут радовать, корчась в муках, ну посмотрим. Но я могу сказать, в Волгограде 25 лет назад была женщина, она не работала в спецслужбах, но она все знала. У нее была одна дочь, она потеряла того человека, которого любила, она воспитала ее достойно, чтобы она стала работать на тех, кто вышел из тюрьмы Советского Союза в 80-е годы. Они стали мучить ее дочь, шантажируя тем, что либо жизнь, либо смерть, и она сказала, нет, смерть, ее дочь погибла. Потом умерла она, она знала, а ее хотели использовать в казино, потому что она знала, что выиграет, могла прийти в любую кассу и только мыслью, экологической мыслью понять, что происходит, чтобы она работала вот на этих, которые сегодня занимают ключевые посты в Российской Федерации, где В. Путин президент иудейский, а вторая В. В. Путин общенациональный лидер, который надеется, что либо тот, либо тот придут на трон России. Причем, обращая ваше внимание, в 1917 году, когда собственная охрана сдала, Николая Второго организовала встречу с этой падвою ротшильдской, которая сделала предложение, от которого нельзя отказаться, после которого убивают, потому что ротшильды проявились в своей дряни, сказав, что это они закредитовывают весь мир, мы снимем долги, но русский царь сказал нет и подписал себе смертный приговор и вышел, и протокол был закончен, стал готовиться. Но когда он понимал, где этот Армагеддон, он попросил священников русской православной церкви сделать его митрополитом. Они промолчали, они промолчали, но весь XX век они поливали семью Романовых грязью, рассказывая непотребство про какую-то немчару. А сегодня уже такие технологии, где мы четко понимаем, что русские немцы один народ, XX век на плахе, немцы русские, немцы русские, славяне со славянами. А сегодня идет братоубийственная война. И она идет в Украине. А кто ее начал? Кто разрешил братоубийственную войну? За что идет? За что убивают русские украинцев? За что? Кто понимает? Кто может остановить эту войну? Кто ее начал? Где ее корни с 1917 года по отрезанию губернии? Кто заложил вот эту гниль? Кто? А ведь нужно знать, что нужно убирать-то. Не последствия болезни, а нужно ампутировать болезнь. И тогда не будет последствия болезни. А все ли вы помните, кто эта болезнь? Первое советское правительство говорило на иврите. Больше 80%. Что что за рабочие крестьяне брали власть с Лениным вместе у царя, которые не знали русский язык? Как же они эту власть взяли, когда они декреты выпускали под командованием из США? Что же это за власть такая законная? И сегодня я, Светлана Дмитрия Слабоков, говорю о том, что вы хотите пойти против Бога? Ну, давайте, пробуйте. Вы хотите обмануть русский? Пробуйте. Но у вас не получится, вы за все будете отвечать. Поэтому сегодня стоит духовный вопрос. Духовный вопрос. Вернется ли человеческая цивилизация на путь истинного своего развития просьбой технологии, либо будет Армагеддон? Будет Армагеддон. И вас не услышат. Попы, которые набрали огромное количество денег, храмы-то души людей разрушены. А вот храмы, где торгуют индульгенцией за Бога и рассказывают, что согрешил, покаялся, иди дальше. И церкви строят возле судов Российской Федерации, где даже письменные документы судьи не выполняют и смеются в лицо над теми, кто честен, понимая, что им отпустят грехи. А кто вам сказал всем, что вам отпустят грехи? Кто вам это обещал? Покажите. Вы знаете о том, что нет того на территории России, кто отпустит вам эти грехи. И я вам их не отпущу. Поэтому я прошу всех дееспособных и полноценных, кто, как я, знает, что Россия и власть в России природная, она лежит на плечах. Да. Про кого рассказывал Евгений Спицын, которому снесли канал, только он коснулся общины. А я знал эту общину. Мой дед был старостой, прапрадед был старостой. Прапрадед был старостой. Я видела, как он правит и как уважают мужчин, женщины и как защищают. И последний момент. Я хочу вам сказать, что в этом мире все прекрасно и гармонично. Если не мы, русские, обладающие этой культурой, то никто. Кедми кричала, русские, ваша культура нам мешает захватить все, что можно, сделать искусственный трон. И вот эта сатанистка будет дальше плодить эту дрянь, которая отпечатывается на лице. И все хуже, 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 пытаясь набрать новых янычар, убивая их родителей и устраивая искусственные семьи, где женщины уже не рожают. Но дети из чужих семей отнятые у родителей из традиционных ценностей, потому что у них не было работы, становятся доходом для таких, как Шульман, которые сегодня уже знают русский язык и уже сидят и ждут, что они приедут обустраивать Россию. Кто вы такие, чтобы устраивать мою родину? Безродные, безфамильные, гнилые, бездушные, без стыда, без совести, без храма в душе, не понимающие природу, которые ведут человеческую цивилизацию на погибель. Кто вы такие, которые не могут и боятся войти в природу, потому что не понимают, что тело женщины это проводник между прошлым и будущим. И тело не дается ей для того, чтобы торговать им, оно дается для того, чтобы любить. И нет греха в любви, а вот грех в продаже тела, самый прямой. И все, кто рождают детей в продаже тела, вы все сатанистки, вы все преступницы, и вы все уйдете вместе со своими детьми под землю. И будут те, которые потеряли свою любовь, вас туда законно отправлять. Поэтому сегодня стоит вопрос, а где же эта война? Кто объявит войну? Да нет того на территории России, кто объявит войну. Нет этой духовной законности. И все это прекрасно знают. И Ватикан тоже. Но он есть. Он есть. И я его ищу. И я его найду. А если я его не найду, то мы его родим. То мы его родим. Не я. У меня нет моих детей. У меня есть наши дети. Но я хочу вам привести самый простой пример, дорогие мои. Самый простой пример в своей жизни. Я практик. Я живу по этим законам. Я живу по этим законам. И несу эти знания. И мне не нужны советчики, конечно же, потому что в моей семье должен быть свой духовник. Но его убили. Мой брат Николай Леонидович Ислабуков. Он был настолько чист душой. Он настолько мощно обладал духовными законами. Он настолько видел будущее и помогал в бизнесе очень многим, что вы не представляете, на следующий день после выбора президента в 2012 году моя мама нашла его с улыбкой на лице. Он остановил коту, который шел в мою семью. За то, что я не согласилась предать наших мужчин. За то, что я выполнила законы природного права. За то, что я сохранила ментальность своих детей. За то, что я со своим народом. За то, что я живу на территории России. За то, что я живу как свой народ. Вместе с ним и в худшее, и в лучшее. За то, что я здесь и слышу Бога. И знаю, что будет дальше. За то, что я читаю русскую культуру. И мне не нужны трактовщики Достоевского. Я знаю, о чем он писал, о каких злых людях. Я знаю Хованщину. Я знаю, там залог победы. Я знаю, что такой Пушкин. И я понимаю, почему Пушкин при жизни не ставил себе сам памятники. Понимаете, а ему ставили все. И я знаю, почему вот эти уродцы, отроди человеческие, как жирик, понимаете, при жизни себе памятник поставил. Купили себе землю на планете Земля за бабки в надежде, что они останутся в человеческой мысли после того, как уйдут, чтобы вернуться. не вернётесь. Не вернётесь! Нет! Вы не теми рождены, чтобы вернуться. Откуда пришли, туда уйдёте. А мы вот уйдём и вернёмся. И планета Земля наша, наша, потому что мы её любим, потому что мы бережём, потому что мы знаем эти законы природы, и мы делаем всё возможное, чтобы не навредить. Поэтому выбирайте человеческой цивилизации по законам природы, которые нельзя нарушать, и нужно их познавать, и быть счастливыми, любить. Либо имитация вот этого трона, вот эта сатана, как в фильме «Тринадцатый войн», который сидит на трупах, пожирает лучших, уничтожает, развязывает войны, чтобы получать янычар, который добивает всех, кто знает, что такое человеческая цивилизация. Поэтому Россия станет духовным центром, где, я не сомневаюсь, нас поддержат все, где залож смерти. Здесь будет лучшая территория для рождения царей и королей. А остальные территории, я не знаю, но мир поделится. Потому что не может человек жить с теми в одном обществе, где с нашими детьми в школах сидят людоеды, где чистый человек мышлением верит, а его обманывают, где нужно подписывать какие-то бумажки, раздувая вот эту бюрократию, и не выполнять, где женщина ложится в постели с мужчином, обещая ему любовь, торгуя своим телом, а рождает дьявола. И убогость, которая отпечатывается на лице, конечно, можно прикрыть пластикой, конечно, можно сделать пиар, конечно, можно нарисовать, как у всех, как у всех, как у всех, как у всех. Нет. Человек не бывает как у всех, царь не бывает как у всех. Если вы думали, что вы убили льва, царя зверей, вы убили медведя в России, то не забывайте, что медведицы у этих медведей, они же божественны. Вы понимаете, они же пожалуются за то, что вы тронули этого медведя, его душу, который является тем, кто управляет планетой Земля. Потому что мужчина материален. Я сейчас хочу сказать, что, дорогие мои, если вы не слушали мою лекцию от 9 апреля, не приходите ко мне на канал, мне не нужны все, мне нужны такие, как я, кто будет наводить порядок закон сегодня и сейчас. По тем законам природным, которые обязательно к исполнению, где не назначают, где рождаются правословные и несут достойно ответственность за принятое решение. И если объявляют войну, да, и теряют души своих, то несут гордо их семьи и роды перед Богом. Потому что жизнь и душу можно отдать только за честь, только за честь любимой женщины, за честь своей матери, чтобы ее не трогали. И я хочу сказать вам, дорогие мои, я счастлива, что большое количество людей изучили родоведение, мироведение, противостояние КГБ и ЦРУ, которого не существует. Это искусственно. И понимают теперь, что война идет между сатаной, этой страшной злой старухой, которая заражает своей грязью и ложью огромное количество девочек, которые искренне сбиваются вектор любви, и они думают, что деньги – это все. и любовью, которая победит все равно, которая не боится этой сатаны, которая не боится ее армии, но которая знает, что если она пожалуется, то снесут всю человеческую цивилизацию. Духовники тоже это знают. Потому что от мысли, воли зависит то, что будет происходить. Не удивляйтесь, вы ищите чудеса. Эти чудеса вокруг нас. Вы их забыли. Вы все погрузились в виртуальный мир. Вы настолько смотрите деструкцию, эту дрянь, которая оккупировала наш великий, могучий русский язык, что вы слушаете вот эту дрянь, которая вас толкает постоянно к конфликтам. Вы знаете о том, что человек не может побуждать конфликты вовне. Человек может видеть конфликты только внутри себя. Только внутри себя. Поэтому да, мой ласковый, нежный зверь, и даже ласковый, нежный зверь, являясь человеком, престиженным антихристом, а на самом деле являющийся руками на планете Земля и отдающий свой народ вот в эту бездну, как граф Дракула, даже он. Где это сердце, что полюбит меня, даже он, являясь тем, кого присягут на клятву, как посмотрите в фильме «Чудовище» и «Красавица». Посмотрите, ведь я ожидала это в домострое современном. Это же реальные знания. Даже она, полюбив душу чудовища, он переходит в другую грань веры, другой веры, всего две веры. Правда, ложь, любовь и сатана, отец, божественный и дьявол. Все очень просто в этом мире, но духовники запутали все. Почему? Потому что они потеряли те клятвы, которые когда-то давали, присягая. Они убили тех монахов, которые действительно, как Джордана Бруда, не имели семьи, потому что они изучали практически познания божественные и духовные. А это две разных, я бы сказала, направления, атеисты и вера, изучение познания в этом мире. Как и воры в законе, они должны иметь семьи, чтобы держать всех остальных, чтобы они не провалились, если можно вернуться в рамках слова, дал слово, сказал, даже если на преступление. Многие мало это поймут. Поэтому Джордана Бруна сожгли. Но на римский престол попала женщина. Я рассказывала, где она даже родила. А сегодня стоит вопрос перед Ватиканом. Мы вернемся? Мы вернемся в рамках развития человеческой цивилизации? Либо мы погибнемся? И острой времени очень мало. Поэтому, дорогие мои, кто хочет чувствовать духовное спокойствие, как я, как мои студенты, слушатели разных стран мира, кто понимает, что сегодня в нашей душе идет вот этот вот армагеддон. Особенно мужчины, которые должны очень четко знать, как офицеры до 1917 года. Женщины, на которых женятся, благородные. И женщины, с которыми дружат, их может быть много. Не перепутайте мужчины. У нас же лекция сегодня есть в 31 марта. И читает эту лекцию прекрасный, великолепный Сергей Васильевич Мурутьян, который, к сожалению, умнейший, гениальщий человек, но не может себе позволить быть еще и богатым, хотя является очень дорогим человеком, и он служит Родиной и Отечеством, передавая ментальность своим детям на земле дедов и прадедов. Они бегают, как вот эти вот, с двумя-тремя гражданствами, не строя родной дом, и думая, где вы пристроиться? Поэтому, дорогие мои, я хочу сказать, что мы будем продолжать с вами. Поддержите меня, пожалуйста, особенно координаторы. Вы получили уже письма в Ватикан. Мы их отправляем и ждем ответа. Наблюдайте за этим вопросом. Россия должна перейти естественное право. Людям, которые управляют миром, не нужны ей деньги, не нужна власть. Нужно понимать, что такое природа власти. Духовники должны, прежде всего, понимать это и удерживать это. Поэтому мир должен поделиться на человеческую цивилизацию и общечеловеческую цивилизацию. На молодые народы и на тот народ, который знает, что такое великое, могучее, мировая культура, за которую Достоевский отдал свободу и сидел в тюрьме. Он говорил правду. Пушкин жизнь, Лермонтов жизнь, огромное количество офицеров отдавало жизни. А последний раз в 1917 году подписали, что не будут воевать. И их всех, даже подписав, сатана не выполнила это обещание в черных тужурках и в красных платках. Утопили на бирже. И вот с этого момента началось справление в России, в Российской империи сатаны. И апогеем сегодня мы видим партию ЛДПР, где отпечаток болезни у руководителя. Я уже не говорю про духовные. Они все одеты, обуты, они все похожи на человека. Но если вы посмотрите внутрь, а я очень часто вижу людей через глаза. Кто он? Вижу и не подхожу. Они страшные. Они страшные. Хотя они хорошо одеты. Они такие добрые. Они рассказывают о меценасте, благотворительности. Но никто из них не может передать детям ничего в России. Поэтому я ставлю вопрос. Ставлю вопрос. Да, в России есть наследники власти природной. И мы больше не потерпим бардак и хаос убийства нашего народа. Мы будем действовать законно, мирно, спокойно. Да, и мы объявим эту войну. Она уже началась. Не мы объявляли войну, нам объявили, нам, нашему роду России. Нас много. Дееспособность семьи родов России, кто является владельцами земли. Нам не объявляли войну, как 22 июня, но к нам пришли и начали убивать в спину. Беря наши фамилии, рассказывая нам, что они русские, украинцы, белорусы, поляки, немцы. А они нет. Они не человеки. Не человеки. Эта война не объявленная, но мы ее закончим. И закончим успешно. Для человеческой цивилизации. Попробуйте играть с теми, кто знает, что наперед. Попробуйте убить тех, кто может уничтожить регионы, континенты. Попробуйте воевать с теми, кто вы еще только думаете, они уже знают, о чем вы думаете. Попробуйте воевать с нами. Поэтому, дорогие мои, я приглашаю вас остаться живыми на планете Земля. Перейти спокойно, достойно, уходя из виртуального мира, грязи, лжи, обмана, войн. Свою ситуацию. И самое главное, смотрите наши программы. Знание – это природа. Знание – это власть. Берегите своих близких. Да, переход будет. Но все, кто не понимает, где этот переход, кто отдали свои голоса, кто взяли у них деньги, мне их не жалко. Мне их не жалко. Помните сказки про вампиров? Укусят и все. Поэтому те, кто остался живы, мы должны от них отойти, отделиться. Мы имеем право на свою территорию, на нашу. Это наша земля. Мы имеем право защититься от них. Мы имеем право защитить наших детей и внуков ради наших дедов и прадедов. И наши мужчины, воины и не убийцы, должны знать, где это сатана в юбке, где это деструкция, где те, кто продали свои души за бабу, и должны очистить нашу территорию с современными технологиями, без вреда для матушки природы. Всех благ, дорогие друзья. Так что, дорогие мои, уважаемые духовники, подумайте, как вы дальше будете действовать и что вы будете делать с теми, кто привык, как у всех. Как у всех. Как у всех. Подумайте об этом. Я обращаюсь к вам. Кто боится говорить со мной, когда же вы вернете правду, любовь, совесть, чистоту, естественное право, которое в Великобритании упало с уходом Елизаветы II. Даже если она упала. Елизавета II была главой церкви, которая не продавала индульгенции. И эту палочку я перехватила. И я ее не отпущу. И мне разрешение ваше, извините, не надо. У кого родился, я знаю, кто он. У кого я училась, я тоже знаю. Единственное, что я не женилась, потому что вы все встали, находящиеся в России, против того, чтобы я его нашла. Но это не значит. Самые лучшие мужчины, они всегда были возле меня. Алексей разыграет. Семь дней сидел в тюрьме, а его жена Ольга плакала. Его пытались заставить написать на меня ложное донос, что я грабила, убила и так далее. И он вышел, позвонил мне, и мы вместе плакали. Он оказался человек, имеющий честь. Вот они, русские. Лучше смерть, чем подпись и клевета на тех, кто не совершал преступления. Никакие. В материальном мире. Поэтому мне, Светлане Неслабуковой, деньги не нужны. Власть не нужна. Разрешение ваше не надо. Мне нужен порядок и закон. Божественно. И я хочу, чтобы мы жили счастливо при жизни. И экономику мы свою выстроим. Без посредников. И хозяев новостанов, и родим тех медведей, которые не позволят в ближайшие 500 лет на эту территорию не зайти. Поэтому прошу меня поддержать всех, кто понимает, что право наследства, оно ключевое в этом мире. И власть передается. Только природа настоящая. Ну а вы, курицы, которые никогда не родят соколов и орлов, молчите и не смейте встать против моего отца на планете Земля. Хотя, может быть, кто-то и не поймет меня. Поэтому, дорогие мои, я вас всех очень люблю. Кто остался человеком, кто пришел ко мне, кто меня услышал, кто меня поддерживает, кто меня защищал из мужчин, как Алексей Разыграев, как мой супруг. И первый, и второй, и буквально последний момент и ухожу. Из эфира, потому что у нас встреча. Нам нужно ехать. Когда-то моя дочка училась в школе в 12.45. Это школа под ЮНЕСКО с английским языком. И какой-то мальчик начал драться с девочками, причем ногами. И когда я пришла разбираться, она с другой девочкой пришли и плакали, то я вышла и сказала, значит, где этот мальчик? Выскочила целая толпа женщин в платочках, в мусульманке. Выскочили против меня. Я была одна и маленькие две девочки. Моя дочь, ее подружка. Я сказала им, если ваш сын, ваш сын не прекратит бить ногами мою дочь, я приду в класс, сниму ему штаны и надаю по попе. Но помните, если придет отец моей дочери, он боксер, ему не надо рассказывать русский язык. У него разговор кулаком будет беда вашим мужьям, потому что он не остановится. И сопли вытирать он не будет, и женщине кричать о помощи он не будет, а я приведу подмогу. И тогда вы пожалеете. Это вы родили этого ребенка, который бьет девочек. Думайте, не смейте трогать мою дочь. И больше Настю никто не избивал. Поэтому подумайте, женщины, это вы виноваты в том, кого вы родили. Напомню, Преображенский суд, пристав, схватил меня и сбросил с лестницы. Что ему сказала? Я хочу видеть твою мать. Она будет отвечать за то, что делаешь ты. И весь твой род, и все твои женщины. И ему стало плохо. Подумайте, женщины, каких вы сыновей рожаете, кого вы пускаете в этот мир. И подумайте, кому вы служите. Вы все знаете. Сатане либо Богу. Вы по папе или по маме. Вот я по папе. И в России будет только по папе. Всех благ, дорогие мои друзья. Читайте, пожалуйста, пишите документы, кто дееспособен, восстанавливайте свои права. Потому что нас ждет великое будущее, как и великое прошлое. И, конечно же, восстановление правды. Всех благ, всего хорошего. До воскресенья в 13 часов будет уникальная лекция. Почему на территории России нет того, кто может защитить русский народ? Не вы, Путина, не вы, Путина. Лекция будет 13 часов для моих студентов и слушателей. Потому что давать все открыто нельзя и небезопасно для истерики вот этих сатанисток, на которой работают спецслужбы. Ну, а в 15 часов открытая лекция. Смотрите анонсы. Встречаемся со всеми остальными в 15 часов. Делитесь, пожалуйста, моими лекциями те, кто имеет разум, совесть, честь и кто помнит, кто он, кто его папа и мама и кто знает, что служить нужно своему роду и служить нужно лучшими детьми и внуками с передачей ДНК, чтобы они были еще сильнее и мощнее, чем те, кто давали нашу жизнь, нашу семейную жизнь 41 по 45, чтобы мы были вольны, счастливы. И жили в любви. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok